Здравствуйте! В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Нина Батырева. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Начало лета отметим дорожными ремонтами. В Кандалакше начали латать дыры. Нет дыма без огня. Сегодня в Кандалакше проходили соревнования по пожарно-строевой подготовке. В Кандалакше только и разговоров о некачественном медицинском обслуживании и бардаке в ЦРБ. Эти темы обсуждаются уже не первый месяц на всех уровнях, начиная от социальных сетей и заканчивая правительством области. Попытка дать ответ на самые главные и больные вопросы горожан была предпринята накануне. Состоялось расширенное заседание районного совета. Участие в нем помимо главврача ЦРБ приняли заместитель губернатора области и глава регионального Минздрава. Заседание депутатов районного совета было выездным. Народные избранники отправились непосредственно в ЦРБ, где в красном уголке и состоялась долгожданная встреча. Режим диалога или, как предполагалось, вопрос-ответ включился не сразу. Сначала отчет главного врача. Он длился около часа. Не будем вдаваться в подробности, но отметим, в своем выступлении Владимир Петров постарался доходчиво рассказать о всех направлениях деятельности веренного ему учреждения. Сколько человек ЦРБ обслуживает, скольких удалось вылечить, а скольких нет. Ремонт и оборудование, кадры, зарплата и тому подобное. Впрочем, это не вызвало особого интереса у депутатов. Они, как было заявлено, пришли не отчеты слушать, а обсуждать проблемы своих избирателей. Первыми взяли слово депутаты из Аллакуртии. Они усомнились в доступности медуслуг для жителей отдаленки. В приграничном селе работает только одна скорая, которая выезжает также и в Зареченск. Вопрос был буквально такой. Нельзя ли на тот период времени, когда, допустим, сломается машина, чтобы не каталась машина из Аллакуртии в Аллакуртии или из Аллакуртии в Зареченске, то нельзя ли сразу отправить на замену второй транспорт и заменить тот? Там две машины стоят в Аллакуртии. Две, а не одна. Две я. По поводу Аллакуртии, сразу говорю, норматив оказания скорой медицинской помощи, обеспечения, одна машина на 10 тысяч населения. В Аллакуртии проживает сколько? 4 тысячи. 4 тысячи. Машина скорой помощи не положит. А он до него? Не имеет значения. Но есть новый приказ в Министерстве управления, что такое доступность медицинской помощи, чтобы было понятно. Это в городе 60 минут на транспорт, это называется доступная медицинская помощь. В пределах города 2 часа на машине, это доступная медицинская помощь. Если ехать в Аллакуртии до Кандалакши, сколько? Полтора часа. Это доступная медицинская помощь. В Зареченске тоже нет, действительно, нас служат и Аллакуртии, и в Зареченске, поэтому там две машины. Про зарплату водителей, сразу говорю, есть указатели дорожной карты. Это касается врачей, среднего медицинского и младшего. Водители, к сожалению, туда не попали, а не прочие. Но хочу сказать, что зарплата водителей в Кандалакши достойная. Средняя зарплата 22-24 тысячи рублей. Достойная. Первый вопрос. По машине скорой помощи. На самом деле там сейчас находится одна машина. Одна машина находится в ремонте давно. И по зарплате водителей. Вы тут и на слайде показали, что 22 тысячи. Я вчера беседовал с водителями. У них 14 тысяч зарплата. Плюс они исполняют обязанности санитара. Все правильно. Это вы говорите про 22 тысячи. Не остался без внимания и вопрос, связанный с выполнением операции детям. Ранее их делали на месте в Кандалакше. Теперь малышей отправляют в областной центр. Требование прописано в нормативных актах Минздрава. Вопрос по поводу детей. Здесь обсуждалось, почему детей не оперируют. Помните, как в средствах рассказывают. Это анестезиологи. Бред полный. Абсолютно. Анестезиологи здесь вообще отношения к этому не имеют. У вас все врачи имеют сертификаты. Все. Врачи-хирурги имеют сертификаты. Врачи-анестезиологи все имеют сертификаты. Потому что надо понимать, что без сертификата работать незаконно. И невозможно. Что касается детей. К сожалению, когда мы стали изучать, все оказания медицинской помощи в соответствии с порядками стандартами. Здесь четко прописано, где медицинская помощь должна оказываться, какими специалистами. Вот я, Владимир Ильич, за это выговор улеплю еще. У вас здесь оперировали детей незаконно. Еще раз говорю, незаконно. Дети должны оперироваться, где четко прописано, только в детских хирургических отделениях. В других местах они оперироваться не должны. Ваши койки, которые есть тут для оказания помощи детям с хирургической патологией, предназначены только для экстренной медицинской помощи. Если у ребенка нуждается в экстренной медицинской помощи, никто ему не откажет. Его, естественно, здесь прооперируют. Все, что плановое, в детскую больницу, условия нахождения там есть. Будет оказана качественная, квалифицированная медицинская помощь. Многие из депутатов, как они сами заявили, пришли на встречу с главным врачом ЦРБ, чтобы отстоять своего коллегу, депутата городского совета и талантливого хирурга Антонину Федоровну Гаврилову. Когда уважаемому врачу перестанут трепать нервы, ответ на этот вопрос хотели бы услышать не только народные избранники, но и простые горожане. Я пытаюсь понять, я вот задаю вопрос, это как бы тайна за семью печати. Я хочу понять, почему молодые специалисты, которые сюда проезжают, по слухам, я другими средствами не могу, к сожалению, пользоваться, получают по контрактам, скажем, не вот эту среднюю зарплату, которая на сайте от 50 тысяч, получают в 3-4 раза больше. Почему тот же зав. отделением Антонина Федоровна должна работать там на 50-60 тысяч, на среднюю зарплату, если она получает, а Петров младший должен работать на зарплату в УРУС. Ну я не знаю, какую там. Ну мне не ответили. СПЛЕТНИЙ, НЕ СПЛЕТНИЙ. Вопрос про Талуна, понятно, и вопрос про зарплату Петрова младшего. Нет, это еще вопрос про Антонину Федоровну. Что Антонина Федоровна? Ну, человек, который 30 с лишним лет проработал, имеет право на ошибку или нет? Что вы ее начинаете строгать здесь по полной программе? Она единственный человек, который нормально лечит в этом хирургическом отделении. Один из моментов, если вы помните, Ольга Петровна, мы года три назад собирались, значит, по взаимоотношениям в хирургическом отделении, проводили там выяснение отношений. Сейчас команда хирургов сменилась полностью, пришли абсолютно новые люди, и абсолютно возникают те же самые взаимоотношения между заведующим и коллективом. Сейчас рассматривают обращения, поступившие из Министерства здравоохранения. Ну, это, так сказать, наша рутинная работа. Мною было предложено Антонии Федоровне, присутствие Лисовской Веры Арсенцевне, другая должность. Должность заведующей центром амбулаторной хирургии. Вот я показал, что я хочу создать в нашей больнице центр амбулаторной хирургии. Вот в нашем стационаре, здесь на восьмом этаже. Эти центры себя прекрасно зарекомендовали в крупных городах, когда пациенты идут из поликлиники сюда, и часть пациентов, которые оперируются в нашем стационаре, они могут легко быть прооперированы амбулаторно. Заведующий центром амбулаторной хирургии имеет тот же базовый оклад, как и заведующий структурным подразделением. Почему это было расцелено как предложение уволиться по собственному желанию, мне неведено. Разговор велся на три человека. Антонина Федоровна отказалась, больше я к этой теме не возвращался. Хочу сказать, что года три назад Антонина Федоровна приходила ко мне с заявлением об уволонении по собственному желанию, я его не принял. В апреле текущего года я находился в отпуске, она с аналогичным заявлением по обувольнению, по собственному желанию, обращалась к исполняющей обязанности главного врача Рубенко Валентине Анатольевне. Валентина Анатольевна опять это заявление не приняла. Зачем это надо будоражить народом, усиливать, мне, честно говоря, непонятно. Вот две проблемы. Одна проблема это в коллективе, когда та атмосфера, которая сложилась при руководстве нынешнего ЦРБ, внутри коллектива, влияет на оказание качественных медицинских услуг населению. И вторая проблема это население не удовлетворено теми услугами, которые им оказывают наши медицинские работники. Попытка наладить конструктивный диалог, отметим, провалилась с треском. Одни не хотели слышать, другие слушать, третьи отстаивали свою правду. Замгубернатора до этого, наблюдавшая за собравшимися, обратилась к ним с одной только просьбой – не нагнетать обстановку. Очень много вопросов можно решать в рабочем порядке. Они просто не решаются вот так. Это только старик Хаттабыч волос выдернул из бороды, и все. Никогда не будет все в одну секунду. И тут нужны усилия двух сторон. Но никогда еще вот то, что будоражит население, не приносило результатов. Ведь никто из тех, кто пишет в прессе, клеит ярлыки, никто не отвечает за принятые решения. И никто, как главный врач, не отвечает за организацию медицинского обслуживания. Это очень серьезно. Мы все с вами умеем лечить и учить. Абсолютно все. Мы все умеем ставить себе диагноз. Мы все знаем, что нам не то выписали. Мы все знаем, что нам не столько выписали. И так далее, и тому подобное. Почему тогда мы не лечим себя сами? Почему мы лечиться не идем к журналистам? После трехчасового общения в ЦРБ депутаты, руководство областного Минздрава и заместитель губернатора переместились в администрацию. Здесь их уже ждали жители нашего города. Вопросов и жалоб у всех накопилось немало. Почему не хватает специалистов, когда прекратится хамство со стороны тех, кто должен оказывать медицинскую помощь, кто разберется в причине смерти близкого, или кто ответит за врачебную ошибку. Когда медсестры реанимации смогут получать достойную зарплату? Каждое обращение заместитель губернатора обещала лично проверить и разобраться. По мнению Инны Погребняк, главная проблема Кандалакши – отсутствие обратной связи. Нет контакта между населением и медиками. И снятием с должности главного врача такую проблему не решить. Еще раз хочу сказать, если вам так хочется поймить в голову господина Петрова, я вам скажу, что это ничего не решит. Никогда вопрос назначения ответственного специалиста руководителя очень большого учреждения не решается на Народном собрании. Потому что никто потом, никто потом не несет за это ответственности. И вот вопрос назначения специалистов ответственных, позвольте оставить компетенцию других органов. У меня как стороннему человеку бросилось в глаза. Тоже вы совершенно правы. Отсутствие контакта с двух сторон. Пожалуйста, уважаемые жители и уважаемые медики, о чем они вам говорят? Очень много проблем из-за того, что люди не умеют разговаривать друг с другом. Я говорю это и в отношении медработников. Вот это сейчас стало явно видно, что очень многие проблемы объяснялись просто. Если бы один по нежели ответил, по вниманию не послушал и так далее. А вообще, как отметила Инна Погребняк, в Кандалакше не все так плохо. Ситуация, которая есть с заболеваемостью и смертностью в Кандалакшской центральной больнице, в принципе, и с уровнем заработной платы и так далее и тому подобное, в принципе, не выделяется из средней по области. Материальное оснащение больницы гораздо лучше многих. Я не беру центральные мурманские. Я говорю по учреждениям. За 4 года на самом деле сделано в больнице очень много. Отремонтировано 9 отделений и на 100 миллионов с лишним закуплено оборудование. Привлечено дополнительных специалистов больше 50 человек. Они не все здесь остались. Это тоже плохо. Проблема кадров существует везде. Проблема недостаточного финансирования существует тоже везде. Это два кита, на которых здесь ждется неудовлетворительное качество. По итогам вчерашней встречи создана рабочая группа. В ее состав вошли члены общественного совета при Центральной районной больнице, депутаты районного совета и областной думы, а также представители Минздрава. Как отметила Инна Погребняк, каждый вопрос и проблема будут изучены. Проработаны механизмы их решения. С сегодняшнего дня в Кандалакше начались ямочные ремонты. Работы проводит организация, отвечающая за состояние и содержание уличной дорожной сети. Всего в ближайшее время дорожникам необходимо привести в порядок 16 участков городских дорог. В среднем будет отремонтировано 950 квадратных метров полотна. Где находятся самые аварийные участки, определили специалисты управления городским хозяйством в ходе планового комиссионного осмотра. По итогам рейда было принято решение о том, что в первую очередь ямочный ремонт будет выполнен на улицах Данилова, Первомайской, Советской, Путейской, Мурманской, Пронина и Кандалакшское шоссе. Сейчас работники дорожной организации срезают старый асфальт. После начнется укладка нового покрытия. Сегодня на территории 60-й пожарной части нашего города прошли соревнования среди частей Кандалакшского филиала ГПС Мурманской области по пожаростроевой подготовке. В них приняли участие лучшие огнеборцы филиалов Кандалакшского района Кавдора, Полярных Зорь и Умбы. Проведение соревнований по пожарно-строевой подготовке давно стало традицией для пожарных частей Кандалакшского филиала. Сегодня участникам необходимо было продемонстрировать навыки спасения себя и боевого товарища, а также умение работать в команде, слаженность и точность действий. И пусть далеко не все испытания огнеборцам приходится применять на практике, в их работе главное быть готовым ко всему. В состав данных упражнений включены практические нормативы, которые работниками отрабатываются в течение дежурных суток с определенной периодичностью. Просто здесь собрано все это вместе в выполнении этих этапов. Практическая деятельность, скажу честно, это применяется довольно-таки редко, но пожарные должны быть готовы не только спасать людей, но и самим уметь спасаться в случае нештатной ситуации. Среди основных этапов – облачение в боевую одежду, переноска пострадавшего, прокладка линий по трехколенной лестнице и тушение условного пожара. Самое главное, конечно, скорость выполнения. А потому терять драгоценные секунды никто не собирался. Бежать, не торопись, ищи до конца. По итогам соревнований третье место заняла команда ПЧ-65 поселка Зеленоборский, второе – ПЧ-62 поселка Умба. Ну а лучшими по пожарно-строевой подготовке были признаны пожарные из ПЧ-61 города Полярной Зори. И теперь они отправятся в региональный центр представлять Кандалакшский филиал на областных соревнованиях. Кандалакшский индустриальный колледж вновь стал местом проведения престижного конкурса, в этот раз на межрегиональном уровне. Сегодня здесь прошел один из этапов мастера года 2016. Межрегиональный конкурс профессионального мастерства проводится в Мурманской области уже второй раз. В нем принимают участие мастера производственного обучения со всего северо-запада России по самым различным направлениям. Площадками для проведения этапа мастер-класс стали не только мурманские, но и региональные учебные заведения. Так электромонтажники со всего северо-запада съехались в Кандалакшский индустриальный колледж. Мы являемся специализированным центром компетенций по компетенции электромонтажной работы, потому что именно на нашей площадке это полностью оборудованная база, где могут проводиться такого уровня конкурсы. Первый этап презентации проходил в Мурманске, а сегодня в индустриальном колледже нашего города конкурсанты демонстрировали свои умения в области электромонтажа и показательно монтировали схему освещения. Жюри, в состав которого вошли специалисты-представители учебных заведений области, оценивало не только монтаж и его функциональность, но и качество, культуру выполнения работ, соблюдение техники безопасности. А уже завтра в региональном центре пройдет последний этап конкурса, который и определит мастера-2016. Как грибы после дождя в Кандалакше появляются новые управляющие компании. Тенденция наметилась в последние полгода. После многолетней тишины на коммунальном рынке опять стало тесно и довольно шумно. Вновь созданные управляшки проводят собрания собственников жилья, предлагают свои услуги, обещая манну небесную и грандиозные ремонты за три копейки. При этом действуют не всегда корректно и этично. Не стесняясь в выражениях, очерняют конкурентов в глазах собственников жилья, вводят граждан в заблуждение, распространяя неверные сведения. Так, в редакцию нашей программы обратились собственники жилья, проживающие в домах, находящихся под управлением УК «Наш город». Граждане обеспокоены информацией, которую распространяют вновь созданные организации. Мол, УК «Наш город» уже практически банкрот, долгов перед ресурсниками немало и держаться на плаву ей осталось чуть ли не считанные дни. Для того, чтобы узнать из первых уст, как на самом деле обстоят дела, мы обратились за комментарием к руководству управляющей компании. На сегодняшний день компания «УК «Наш город» финансово устойчивая, на сегодняшний день организация платежеспособная, перед обслуживающими организациями долгов мы не имеем. В принципе, я заверяю собственникам жилья, что волноваться не за что, мы работали, работаем и будем работать. Сейчас под управлением нашего города без малого 30 домов. Жильцам, говорит Юлия Никитина, жаловаться не на что. Текущее обслуживание выполняется в полном объёме. Запланированные работы по ремонту производятся. Особенно отчётливо это заметно на тех объектах, где работают советы дома. Неравнодушные собственники, сотрудничая с управленцами, делают их работу ещё эффективнее. Правда, не во всех домах находятся такие инициативные жильцы. «Тяжело налаживать работу с Советом домов. Хочу даже отметить, председатели домов – это Кировская 24А, Батюта 31, Данилова 13, Данилова 15, где действительно люди родеют за свои дома, где мы совместно собираемся и решаем какие-то проблемы, необходимые работы выявляем на домах». Выходит, организация работает и с оптимизмом смотрит в будущее, а слухи о банкротстве оказались сильно преувеличенными. При этом Юлия Никитина заверяет, что конкуренты нашему городу не страшны, а их наличие – лишь показатель того, что свою работу компания выполняет качественно. У футболистов наступает горячая пора. Уже в эту субботу ФК «Кандалакша» проведёт первую встречу в рамках областного чемпионата. А накануне на стадионе «Локомотив» состоялась первая игра за Кубок области по футболу. В этом году в борьбу за Кубок области включились 8 команд – сильные сборные, опытные игроки, но от того, как они себя будут вести на поле в течение ближайших месяцев, зависит окончательный итог состязания и судьба почётного трофея. В финале встретятся достойные, пока же проходят встречи за выход в полуфинал Кубка. На юге области претендентов на путёвку туда двое – ФК «Кандалакша» и «Кулатам». 25 мая прошла первая домашняя игра. Наши футболисты принимали на стадионе «Локомотив» соперников из «Полярных зорь». Раскачиваться было некогда, сборные довольно быстро оценили возможности друг друга. Первый тайм отыграли по нолям, а вот после перерыва началось самое интересное. ФК «Кандалакша» порадовал болельщиков хорошими атаками. Первый мяч в ворота «Кулатама» отправил Дмитрий Николаев. Минут через 15 после этого закрепить результат удалось Денису Зубову. Не оставил шансов соперникам Илья Виноградов. За пару мгновений до финального свистка он отправил в ворота «Кулатама» ещё один мяч. 3-0. Трибуны ликуют. В следующую среду, 1 июня, состоится вторая игра за выход в полуфинал Кубка области по футболу. «Кандалакши» проведут её на выезде в «Полярных зорях». Чуть раньше состоится первая встреча чемпионата области с участием ФК «Кандалакша». Теперь у нас две игры в неделю. По средам мы кубковые игры играем, по субботам играем игры чемпионата. Вот открытие и первая игра чемпионата состоится в субботу в 2 часа. К нам в гости приедет команда Кавдора, Горняк Кавдор. Итак, в эту субботу, 28 мая, в 14.00, стадион «Локомотив» ФК «Кандалакша» принимает Кавдорский Горняк. Болельщиков приглашают поддержать свою команду. На этом наш выпуск завершён. Далее рекламный блок и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова